Всем хайку! Сразу скажу, видео будет скучным, так как разговор пойдет о установке и не более. Итак, в последнее время стало все больше возможностей улучшать старые игры, делать графику круче, исправлять баги, а то и вовсе ставить модификации и меняющие игры для комфортного и более интересного прохождения, нежели они были задуманы разработчиками. Сегодня хочу вам рассказать о таких модификациях для серии игр Mass Effect, ну и конечно же более проблемную для меня третью часть. Речь пойдет о увеличении всего интерфейса и субтитров, а также о двух больших модах ELOT и EGM, но о них расскажу чуть позже. Собственно, если вы хотите ванильную версию ME3, то достаточно выполнить только один из двух первых пунктов. Начнем с разрешения. Все нужное я скину в описании под видео. Сразу скажу, эта проблема встречается только на больших мониторах, как правило больше 23 дюймов, хотя у меня возникла и на мониторе в 21. Весь интерфейс и субтитры на таких мониторах уменьшаются в разы. Есть два способа это исправить. Первый способ – изменение файлов игры. Он увеличивает только саба. Для него вам понадобится скачать программку ME3 Coalist Utility. После того, как вы ее скачаете, запускаем. Переходим в опции File, Open. Переходим по пути Mass Effect 3, BioGame, Cooked PC Console, Released. Откроется большое меню. Ищем файл BOU.INI. Далее SFX Game. Потом SFX GUI Interaction. И кликаем на Font Map Multiply, как собственно показано на скрине. Теперь находим такую строку. Обычно она четвертая по счету. Заполняем ее вот этой и сохраняем изменения. Напомню, все в описании под видео. Важно, чтобы вся пунктуация была верна. В случае ошибок может вылетать игра. Если все сделали правильно, то теперь у вас все хорошо и можно играть. Второй способ. Установка мода. Вам потребуется интерфейс Scaline Mode. Есть на Nexus. Он увеличивает как размер сабов, так и всего интерфейса в целом до нормального уровня. Так что играть станет еще приятнее. Для установки им нужен Mod Manager. Качать опять-таки с сайта Nexus. Распаковываем куда-нибудь и открываем. Нажимаем Mod Management, Import Mod, Import Mod from 7-Zip. Как только добавили мод, нажимаем на него в списке и тыкаем Apply Mod. Если все сделали правильно, то теперь у вас нормальные игровые пропорции. Что же касается двух других масштабных модов, начнем пожалуй с EGM. Он же Expanded Galaxy Mod. Ссылка в описании. Он дорабатывает игру, выводя ее на новый уровень. Добавляя много вырезанного разработчиками материала. Много решений и возможностей оружия и прочих сцен. Решать ставить его или нет, конечно же вам. Но как показала практика, многие считают, что он реально прокачивает игру и только в плюс. Хотя мне, например, не все он нравится в этом моде. Как я уже говорил ранее, все моды лучше ставить заранее. Включая этот. Для его установки надо зайти на сайт. Нажать файлы, скачать EGM. Версии 1.30 Mod Manager Installer. То есть второй файл. И конечно же открыть его через Mod Manager, которым мы пользовались ранее. Далее установка такая же, как и в прошлом пункте. А русификация еще проще. Достаточно закинуть DLC мод EGM из архива в папку Mass Effect 3. BioGame DLC. Все. Установка окончена. А теперь пора бы поговорить о графике. И моде ELOT ELOF. Мод полностью перерабатывает графику в игре и в видеороликах. Установка происходит в два этапа. Вначале вы все скачиваете, распаковываете. У вас появляется папка ELOT. В ней есть экжесник. Запускаем его. Далее перед нами предстает окно. Обновляем, когда просит. Также если вы заранее все скачали, то файлы вымещаете в папку DownloadMods. Все остальные файлы, которые будут скачиваться, помещать в эту же папку, не распаковывая, в 7zip архивах. Как только они там окажутся, программа покажет, что увидела их. Если вы хотите полных изменений, то нужно скачать каждый из предложенных файлов. Для этого клацаем на Download Assistant. И качаем все, что там предложено. Ну а после нажимаем Install Form ME3. Делаем бэкап и устанавливаем. Желательно ничего не делать на компе в этот момент. Как все закончится, то можно наслаждаться и таки наконец-то поиграть. Если у вас возникли проблемы с памятью, например, пишут, что постоянно заканчивается память во время установки, устанавливайте частями. То есть, например, сначала отдельно большие файлы, потом поменьше, потом еще меньше. У меня, собственно, все. Успехов вам в установке. Продолжение следует...